Есть люди очень дотошные, а есть люди непоседливые. Вот дотошный человек такой Иоханнес Итен, швейцарский художник, теоретик, новое искусство и педагог. Получил всемирную известность благодаря сформированному моему учебному курсу Баухауза, так называемому форкурсу, который лёг в основу преподавания многих современных начальных художественных учебных заведений. То есть там, где закладывается фундамент художника. Но поскольку художники у нас на планете очень плохие, то это, надо сказать, что очень плохой фундамент. Совершенно, может быть, ненужный и лишний. Ну, почитаем эти его мысли. Честно говоря, когда я писал своё эссе, я говорил о том, как вообще должно быть. Но что написал вот этот теоретик Итен, я, честно говоря, почти не читал. Вот теперь как раз и повод прочитать. Может быть, я изменю свою точку зрения. Такое тоже иногда бывает. Контраст цветовых сопоставлений самый простой из всех семи. Он ещё 7 контрастов каких-то представляет себе. Он не предъявляет больших требований к цветовому видению, потому что его можно продемонстрировать с помощью всех чистых цветов в их предельной насыщенности. Так же, как чёрные и белые цвета образуют самый сильный контраст светлого и тёмного, так и жёлтый, красный и синий цвет обладают наиболее сильным выраженным цветовым контрастом. Для того, чтобы видеться в этом, ну, ну, по крайней мере, три ярких и достаточно залённых друг от друга цвета. Данный контраст создаёт впечатление пестроты, силы, решительности, интенсивность цветового контраста всегда уменьшается по мере того, как выбранные нами цвета удаляются от основных трёх. Так от оранжевый, зелёный и фиолетовый по своей контрастности уже гораздо слабее, чем жёлтый, красный и синий. Так фиолетовый, он говорит, так оранжевый, зелёный и фиолетовый по своей контрастности гораздо слабее, чем жёлтый, красный и синий. А воздействие цветов третьего порядка ещё менее явно. Когда каждый цвет резко, а взаимные излучения и взаимные влияния тем самым уменьшаются, каждый цвет в этом случае проявляет прежде всего свою реальную конкретность. Хотя основная группа трёх цветов – жёлтого, красного и синего – представляет собой самый большой цветовой контраст, однако все другие чистые цвета, несомненно, могут быть представлены в ряду сильных цветовых контрастов. Ну вот так долго он рассуждал, и что он дал? Что бывают очень контрастные отношения, бывают не очень контрастные отношения. И можно запомнить, что контрастно, и не запомнить, что не контрастно. А зачем запоминать? Может, лучше это просто ощущать? Да. Ведь зачем предлагается запомнить что-либо в учебном заведении, в школе, например, или в институте, для того, чтобы потом это использовать? Но зачем же использовать это по знанию, а не используя это по ощущению? Ведь мера контраста, мера контраста должна быть выбрана. И это самое главное. И она сама выберется, если об этом не думать. А если это выучить, ну и будешь каждый раз следовать этому контрасту, хотя он вовсе и не обязателен был в твоем повествовании. Ну вот. Что же еще он написал? Еще прочтем какой-нибудь фрагмент. При изменении яркости цвета цветовой контраст получает множество совершенно новых выразительных качеств. Число вариаций здесь очень велико. И в соответствии с этим столь же бесконечное число их выразительных возможностей. Включение белого и черного цвета в палитру зависит от темы индивидуальных предпочтений художника, как это было показано на рисунках, относящихся к разделу цветов и цветовое воздействие. Белый цвет ослабляет яркость, прилегающую к нему цветов, и делает их более темными. Черные, наоборот, повышают их яркость и делают их более светлыми. Поэтому черные и белые являются важными элементами цветовых композиций. Для выполнения этих упражнений можно было бы использовать игру свободных цветовых пятен, однако подобный метод работы может привести к опасным последствиям. Обучающиеся сразу начнут увлекаться формами, вместо того, чтобы изучать собственно силу цветовых пятен и их направление. И рисовать пятнами. Однако подобный цветовой рисунок в этом случае становится врагом всякого живописного творчества. Чтобы избежать этого, мы используем чаще всего простые полосы или сетку шахматной доски. В управлении показаны рисунки, где желтый, красный, синий, белый и черный цвета даны в шахматном порядке. Перед учеником ставится задача. Расположить эти цвета в двух направлениях для того, чтобы развить в себе чувство цветовой напряженности пятен. Композиция рисунка состоит из локальных цветов, обладающих наивысшей светосилой, а также их осветленных, затемненных градаций и включенных сюда белого и черного цвета, когда система цветовых сочетаний, показанных на рисунке, окажется усвоенной, можно быстро подобрать цвета для управления другого рода. Да. Я правильно делал, что не читал. Ну вот, я так и приглядел. Да, вот в конце он напоминает всяких великих художников. Может быть, это место зачитать будет интереснее читать, конечно. Да. Следует признать, что выразительные возможности каждого отдельного цветового контраста могут проявляться самыми различными способами. С их помощью можно выразить бурное веселье, глубокое горе, земную, первородность и космическую универсальность. Ряд современных художников, как, например, Матис, Мондриан, Пикассо, Кандинский, Леже и Миро, очень часто работали, используя контрасты цветовых отношений. Особенно Матис, который писал множество натюрмортов и фигурных композиций, используя пестроту и силу этого контраста. Хорошим примером здесь может служить женский портрет, янтарные ожерелья, написанные чистыми тонами, красным, желтым, зеленым, синим, красным, фиолетовым, белым и черным. Эти сочетания служили ему выразительной характеристикой молодого, живого, умного существа. Да. Да. Всё это не совсем так. Ну, так вот, я написал эссе, что должен знать художник о цвете, и как зритель должен к этому относиться. Я написал очень маленькое эссе, и эпиграфом я взял слова Пушкина «Нас мало, счастливцев, празднув». Пушкин. Это восплетение одного из его персонажей, которые олицетворяют себе собой гениальность. «Нас мало, счастливцев, празднув». Оттенок цвета должен радовать художника, передавая его взгляд, его направление мыслей или ощущений, что одно и то же в живописи. Зритель имеет возможность, не напрягаясь, а просто ощущая, пролететь те дали, куда уносился художник во время работ. Вот это коротенькое эссе, и по этому поводу одна читательница, некто не Титан, мне написала «А мне картины понравились». Что из этого следует? Что она тоже не стала читать все эти мудреные рассуждения. И правильно сделала. И по этому поводу я написал, что правильно. Все эти научные рассуждения излишни. В первые годы занятий в живописи я породил такой девиз. Неважно, каким заблуждением руководствуется художник. Главное, чтобы он работал. Одно время я серьезно вглядывался в оттенок, а потом понял, что при тысяче взглядов, при тысяче взглядов я получу тысячи оттенков, и брать их бессмысленно. Важен тот оттенок, который ты видишь при спокойной работе, не отвлекаясь в своем повествовании. Тогда все сообразуется как-то относительно друг друга. Стихотворение оценивать надо по взаимоотношению частей. Пушкин. Главное при этом настроить себя на возвышенный тон исследователя, удивляющегося миру. И мир чем-нибудь удивит тебя. Ну, хотя бы самим духом, самого исследователя, которого потом интересно разглядывать на картинах. Пан Гога, Вругеля, Фибольши, Рембрандта, Леонардо и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok